Разгорается скандал в Херсоне, где инструментом оккупации объявили русскую классическую музыку и устроили травлю детской музыкальной школе, которая осмелилась стать организатором конкурса исполнителей. Чем не угодил Чайковский, выяснял Андрей Сапегин. Андрей, здравствуйте. Ну, я так понимаю, что учителей уже призывают проверить в СБУ? Приветствую, Алексей. Да, как бы дело не дошло до обвинения в государственной измене. И Чайковский, и Мусоргский, и Прокофьев, скоро и они окажутся в списках сайта «Миротворец» и будут вне закона на территории Украины. В Херсоне появились призывы запретить международный фестиваль «Конкурс русской музыки и пения». Публикация называется «Русский мир активизировался в Херсоне». Херсонская музыкальная школа, а также другие отечественные детские учебные и музыкальные учреждения в лице своих лидеров должны ответить на вопрос о том, как они относятся к сотрудничеству со страной-агрессором, взаимодействию с российскими спецслужбами. Публикации и многочисленные обвинения в адрес организаторов чуть ли не в государственной измене. Дескать, фестиваль финансируется из Москвы. Педагоги-агенты Кремля русскую музыку авторы называют оружием. Культура рассматривается спецслужбами России как оружие. Как далеко она зашла? Кто сегодня работает с Путиным? Возбудили все националисты Ирина Усачева и Виктор Ревудский и другие. Возбудили, судя по всему, так как сегодня идет политическая гонка, местные советы, избирательная кампания и так далее. Но за этими националистами стоит Петр Порошенко и его штаб. Мог показать, вы посмотрите, в этой школе пропагандируют русских, пропагандируют музыку русскую, ноты русские. На самом деле конкурс никем не финансируется. Участие в нем бесплатное. Это единственный международный конкурс детских музыкальных педагогов на Украине. Играют на нем не только русских классиков. Но эти факты не волнуют желающих конкурс закрыть. Этот фестиваль не должен состояться. Пофигизм в таких случаях убивает. Только на Херсонщине 146 героев, которые встали на защиту Украины от российских захватчиков. Героем в этой истории выглядит директор музыкальной школы, который не побоялся и открыто заявил, что ни с кем он не сотрудничает, а в случае чего готов подать в суд. Подаясь сегодня на вас в суд, то легко бы его выиграл. Фестиваль бесплатный и все расходы за счет участников. Фестиваль основан в Украине в городе Саки в 2009 году. Художественное мероприятие, пропагандирующее мировую и украинскую музыкальную классику, работало на положительный имидж нашей матери Украины. А отныне, благодаря бдительности, такого не будет. Вам теперь с этим жить. На имидж матери Украины, в том числе и международной, теперь работают другие мероприятия. Например, задержание херсонского учителя русского языка и литературы Татьяны Кузьмич. Ее обвиняют в измене Родине за организацию фестиваля русского языка. До 15 лет лишения свободы опасной оказывается профессия. Впрочем, это не интересует прогрессивную европейскую общественность, всегда так ратующую за права меньшинств. Та самая избирательная слепота, она касается не только дел с русским языком, но также касается и, например, обстрелов мирных городов Донецкой, Луганской и Народных Республик. Когда, соответственно, действия, направленные в обратную сторону, защитные действия защитников Республик АБСЕ, видят, высказывают определенные мнения по этому вопросу. А то, что идут обстрелы, от которых гибнут мирные жители, и обстрелы идут по мирным кварталам, этого они не видят. Так что усилиями херсонских активистов из штаба Порошенко общественный конкурс музыкальных педагогов уйдет в прошлое, останутся местечковые коммерческие мероприятия, условия участия в которых 500-800 гривен, и, разумеется, никаких русских композиторов в репертуаре.